МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. На прививку становись в Ненецком округе продолжается массовая вакцинация. Уколоться могут все желающие, достигшие совершеннолетия. Забытые и разбитые, никому не нужные автомобили продолжают портить внешний облик города. Что делать и куда обращаться, чтобы очистить город от автохлама? К борьбе со снегом готовы. Коммунальные службы и управляющие компании рассказали о своих методах устранения последствий метелей. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе начинается постепенное послабление ограничительных мер. Об этом шла речь на очередном заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, проведение спортивных мероприятий с 22 января возможно, но только без зрителей. И обязательно с соблюдением всех профилактических мер. Культурные мероприятия с наполняемостью зала не более 30%. Все верно? Ну и те мероприятия, которые запланированы у нас, культурные, которые предложены штабу, с соблюдением всех мер безопасности, всех мер, которые отработаны Роспотребнадзором, разрешаем проводить, но ориентируем всех участников на массовую вакцинацию. И личным примером показываем, что вакцинироваться должны все. Все, что касается людей старше 65 лет, тоже разъясняем, что пока сохраняется режим домашний, но по мере того, как они будут вакцинироваться, они могут выйти из этого режима. Еще одним важным вопросом, который рассмотрели на штабе, снижение стоимости ПЦР-тестирования до закупочной цены, то есть до 1700 рублей, а также снижение цен исследования анализа на антитела к новой коронавирусной инфекции. Тестирование на коронавирус будет абсолютно доступным, как и тестирование на антитела. То есть никакой нажимы не будет, будет исключительно их себестоимость. Хорошо. Это очень важно. Это очень важный момент для всех, для штаба, потому что именно такой запрос сегодня существует. Безусловно, все, что связано с безопасностью и безопасностью здоровья, это, собственно говоря, такое базовое требование от населения, и жители хотели бы, чтобы мы их обезопасили. Юрий Бездудный призвал население к массовой вакцинации от COVID-19. Первый шаг в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Жители нашей страны, которые достигли совершеннолетия, могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. 18 января в России началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Нинецкий округ также не стал исключением. Более двухсот наринмарцев уже привились, и еще более 150 ожидают своей очереди. Вакцинация проходит во взрослой поликлинике и в центральной поликлинике Заполярного района. Вакцина торговой марки «Спутник Ви». Вакцина «Гамка Витвак». Вакцина двухкомпонентная. Первый компонент делается сразу, второй компонент через три недели. Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, у которых ремиссия менее пяти лет, ну и острые респираторные заболевания, беременность, кормление грудью. Противопоказания ничем не отличаются от тех, которые бывают при любой другой вакцине. Перед тем, как зайти в кабинет, где вам сделают прививку, производится осмотр терапевтом, который решает, можно ли вам вакцинироваться. Анализы сдавать не обязательно. Тем, у кого нет антител, власти рекомендуют сделать прививку. После вакцинации сдача ПЦР-теста по прилете не обязательно. У каждого, кто пройдет два этапа, будет специальный сертификат. После введения второго компонента мы автоматически выдаем справку о том, что человек привит, а через некоторое время в госуслуга становится доступен сертификат в электронном виде. Граждане могут записаться на вакцинацию не только по телефону, но и через портал госуслуг. Вам нужно нажать кнопку «Записаться на вакцинацию», а после откроется форма сервиса «Запись к врачу». Здесь вы указываете регион, вписываете свои данные или данные того человека, который будет вакцинироваться. Если профиль на портале был полностью заполнен, необходимая информация внесется автоматически. Если данные не были введены, вы указываете ФИО, данные полиса ОМС и СНИЛС. Среди жителей, которые приняли решение вакцинироваться, есть как молодое поколение, так и люди более старшего возраста. В интернете узнал, что бесплатные прививки делают от ковида. Решил. Как только появилась новость о том, что Россия разработала вакцину, вы сразу же решили, что вы будете делать? Ну да. Столько болезней ходят. Сейчас ожидается дополнительная поставка препарата. В ближайшие дни поступит тысяча доз гам-ковид-вак, а в феврале ведомство получит еще три тысячи. Жители сельской местности также уже начали прививать специалисты мобильной медицинской бригады. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Подать заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход можно до 1 февраля 2021 года. Налогоплательщики, утратившие право применять специальный налоговый режим с 1 января 2021 года, имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. Если налогоплательщик у нас применял единый налог на вмененный доход в декабре 2020 года, срок уплаты данного платежа у нас попадает на январь 2021 года, то до 1 февраля 2021 года он имеет право подать уведомление и применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения с 1 января 2021 года. Налоговая инспекция призывает тех налогоплательщиков, которые еще не определились, как можно скорее направить уведомления для применения специального налогового режима в виде упрощенной системы налогообложения. На сегодняшний день у нас оставалось таких 7 налогоплательщиков и в основном это индивидуальные предприниматели. Но поступают нам звонки из других регионов, то есть плательщики, допустим, состоящие на учете в качестве единого по осуществлению деятельности в виде единого налога на вмененный доход на территории Ненецкого автономного округа, но зарегистрированы в других субъектах, то есть у них вопросы, в какой налоговый орган необходимо подать такое уведомление. Специалисты налоговой инспекции разъясняют, что такое уведомление о применении упрощенной системы налогообложения нужно подавать в тот орган, где гражданин зарегистрирован в качестве налогоплательщика. Готовь лодку зимой в силу вступили новые правила пользования маломерными судами. Они утверждены приказом МЧС России от 6 июля 2020 года номер 487. Документ регламентирует порядок пользования маломерными судами длиной до 20 метров. Число перевозимых людей не превышает 12 и которые эксплуатируются в некоммерческих целях. Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется. При этом владельцы судов, которые не подлежат регистрации, должны подчиняться установленным требованиям, вне зависимости от того, чем они управляются, веслами или маломощным мотором. Сейчас четко прописано в правилах, раньше этого не было, сейчас четко прописано. Если маломерное судно, не подлежащее государственной регистрации, ну судоводитель управляет маломерным судом, не подлежащим государственной регистрацией, ему не обязательно иметь удостоверение на право управления. Вот только вот этот момент. А раньше этого не было, сейчас как бы четко прописано. Но при этом ответственность с него не снимается за нарушение данных правил. Внесены коррективы по снабжению маломерных судов. Теперь оно должно соответствовать регламенту Таможенного союза. Еще одно нововведение касается индивидуальных спасательных средств. Все судовладельцы, проезжая акваторию морского порта, должны находиться в спасательных жилетах. Средства индивидуальных спасений должны соответствовать массе человека и размеру. Должны быть правильно одеты, застегнуты, для того, чтобы если в случае того, что человек попадает в воду, он не должен выскочить из спасательного жилета. Что касается детей до 12-летнего возраста, они также должны использовать спасательные жилеты. А их нахождение на судне возможно лишь в сопровождении взрослого. Судоводитель не считается. Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ненецкому округу отмечают, что эти правила должны соблюдать все судоводители, независимо от того, подлежит ли судно государственной регистрации. Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться на сайте Государственной инспекции по маломерным судам. С начала 2021 года семь предпринимателей заключили договоры на промышленный вылов рыбы без выделения рыболовных участков. Об этом сообщил руководитель Департамента природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберт Чебдаров. Суммарный объем вылова рыбы, на который заявились рыбаки, составляет 150 тонн. Это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства, вступившим в силу в октябре 2020 года после ряда обращений со стороны Ненецкого округа. Теперь, если в определенном водном объекте рыболовного участка нет, то промышленное рыболовство можно осуществлять без участка. В нашем случае это прочие реки, помимо реки Печоры, любое тундровое озеро и побережье Баренцева и Белого моря. Для того, чтобы получить разрешение на промышленное рыболовство без рыболовных участков, необходимо заключить договоры на водно-биологические ресурсы. На внутренние водоемы данный договор заключается с Департаментом природных ресурсов, на морские воды заключается с Североморским территориальным управлением через наш отдел. То есть заявление подается в наш отдел, заключается договор, и на основании этого договора мы выдаем разрешение. Добывать можно сега, пелеч, щуку, окуня, платву и прочие виды частиковых рыб. А на дромные виды водных биоресурсов, таких как семга, кумжа, горбуша, в список разрешенных не входят. Заявки на промышленный вылов рыбы без участков в 2021 году принимаются до 1 декабря. Более 50 миллионов рублей направят в этом году на бесплатное горячее питание для школьников. В общей сложности завтраками и обедами обеспечат порядка 2,5 тысяч учащихся начального звена. Напомним, сделать горячее питание для детей первых-четвертых классов бесплатным предложил президент Владимир Путин в начале прошлого года. В Ненецком округе реализация поручения главы государства началась с 1 сентября 2020 года. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, в прошлом году на бесплатные горячие завтраки и обеды в зависимости от режима обучения для младшеклассников было направлено 18,5 миллионов рублей. В том числе софинансирование из бюджета округа 7,4 миллиона рублей. На текущий год из федерального и окружного бюджетов на эти цели выделены средства в размере более 51 миллиона рублей, в том числе из окружного 19,4 миллиона рублей. Стоимость горячего питания в Ненецком округе составляет 109 рублей, в день на одного человека в городе в сельских поселениях – 120 рублей. На просторах интернета в городских сообществах в начале января появилась информация о повышении цен на доп. образование. Родители были возмущены тем, что их дети начали приносить домой новые договоры на оплату. Однако, как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого округа, решение о повышении цен на оплату кружков и секций не принималось. Как мы знаем, что в одной из учреждений дополнительного образования начали изменять договора родительские, но мы на это отреагировали, увидели в социальных сетях, что произошла такая ситуация и на сегодняшний момент такого не будет происходить. Договоры обратно заберут у родителей. На сегодняшний момент повышения родительской платы не будет в учреждениях наших дополнительного образования. Напомним, в регионе функционируют 4 учреждения дополнительного образования. Это детская школа искусств, дворец спорта Норд, спортивная школа Олимпийского резерва труд и детско-юношеский центр «Лидер». В разных районах нашего города стоят в снегу забытые и разбитые автомобили. Регулярные рейды и заявки от горожан помогают выявить на улицах окружной столицы брошенную технику и вывести ее с придомовых территорий. Юлия Казначеева продолжит тему. Годы идут, а обращения от жителей города об автохламе продолжают поступать. Брошенные старые автомобили одиноко стоят в сугробах и придают общей картине города неухоженный вид. Автовладельцы оставляют на придомовых территориях свои разукомплектованные машины и тем самым нарушают правила благоустройства Наринмара. Только за 2020 год отделом муниципального контроля было убрано 40 машин. Еще порядка 12 планируется убрать и отправить на утилизацию в ближайшее время. В случае фиксации разукомплектованных транспортных средств, конечно же, мы устанавливаем сначала собственника. Направляем запрос в МВД, если собственник установлен в МВД в описании со сроком исполнения. Если же собственник не установлен, мы размещаем информацию на сайте администрации города в надежде, что собственник объявится. Подобная проблема есть и в поселке Искатели. По обращению граждан и представителей власти там даже был разработан план по борьбе с автохламом. За прошлый год было убрано 10 автомобилей. По поводу автомобилей брошенных, у нас заключен договорчик с предпринимателем. Он предоставляет нам услугу. Мы туда выводим, оставили ее. Услуга платная. Ваш автомобиль там находится на территории, и после этого вы можете его забрать. Но заплатите деньги и заберете этот автомобильчик. Вот таким образом. Если на брошенном автомобиле отсутствуют госзнаки, то он признается бесхозным и переходит в собственность муниципалитета. Если же номера на машине есть, на помощь муниципалитету приходит ГИБДД. По госномерам устанавливается владелец автохлама. После чего муниципалитетам выдается предписание об уборке автотранспортного средства. Если владелец игнорирует предписание, то пакет документов направляется в суд. Как же сдавать разукомплектованные машины? Автомобили в утилизацию принимаем как юридических, так и от физических лиц. От юридических лиц принимаем на основании договора, заключаем договор. А потом принимаем уже переработку. От физических лиц также принимаем заявки по звонку. Также если люди лично подходят и просят принять утилизацию. Для этого у нас имеется автотранспорт. По надобности выезжаем. Осуществляем сами заборы автомобилей на утилизацию. Напоминаем, что металлические каркасы засоряют придомовые территории, придают им неухоженный вид и мешают работе снегоуборочных машин. Кроме того, оставленное имущество во дворах является нарушением правил благоустройства на территории Наринмара. Юлия Казначеева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Снегопад, снегопад! В Ненецкий округ пришло потепление. А вместе с ним и метели. Это значит, что пора выпускать снегоуборочную технику во дворы и на автомобильные дороги. Как быть и куда обращаться, если ваш двор увяз в сугробах? Насколько готовы специальные службы к борьбе с метелями? Чистый город – основное в Наринмаре предприятие, которое занимается уборкой снега. В зону его ответственности входит львиная доля автомобильных дорог. С этого года их 77. И дворовых территорий. Сегодня на улицах города работает 7 единиц техники. Вручную трудятся 5 рабочих. Они убирают снег и посыпают тротуары песком, расчищают подходы к пешеходным переходам. Учреждение было готово к наступлению метели. И сразу же было запланировано 3 смены полноценных. В каждую смену работает не менее 10 единиц техники. Работа продолжается также в усиленном режиме. Если ранее у нас третья смена была сделана больше как дежурная, то сейчас это полноценная рабочая смена. Первая смена заступает на службу в 6 утра, вторая – в 3 часа дня, а третья – в 11 вечера. Зона особого внимания коммунального предприятия – это подъезды к социальным учреждениям и пожарным водоёмам. Внутренние графики содержания территории у нас есть, но также при проведении работ мы должны соблюдать требования ГОСТа, в связи с чем мы в первую очередь проводим работы по расчистке автомобильных дорог и элементов, которые с ними связаны, а потом во вторую же очередь переходим к международным проездам. Если же жители территорий, которые находятся в зоне ответственности чистого города, всё же столкнулись с проблемой заснеженных улиц, надо звонить и оставлять заявку. К слову, звонки пока поступали только с благодарностями за своевременную очистку дорог. То же самое касается и управляющих компаний. Если дорога и междудомовой проход не очищены от снега, надо звонить свою управляющую компанию. Работа управляющей компании заключается в том, чтобы очистить придомовую территорию и тротуары от снежных заносов. В случае, если, допустим, снегопад прошёл, в течение шести часов они должны это устранить. Если же этого не делается, необходимо позвонить управляющую компанию и оставить свою заявку. Пока заявок от жителей города нет, управляющая компания бросила все силы в горячие точки самостоятельно. Вчера техника работала на Сущинского, сегодня приводит в порядок участок на улице Ленина. Работает у нас наш маленький мини-погрузчик в основном и плюс привлечённые по договорам подряда транспортные средства. В основном это амкадоры, тракторы, в зависимости от площади очищаемой территории. Согласно прогнозу погоды, снегопады в городе ожидаются с воскресенья и продлятся до конца следующей недели. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это все новости. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...